Мир вам и Божье благословение! Святая Церковь учит нас, как и Господь Иисус Христос нам открыл, что человек бессмертен, и что земная жизнь – наше не единственное бытие, а есть вечность, в которую мы с вами, конечно же, отправимся. И у каждого человека есть предки, пращуры, и мы, как верующие, веруем и верим, что они живы, живут в разных местах Вселенной, где Господь им определил во власти Господа и ангельского мира, и адского мира. По грехам ад, но пока нет страшного суда, Церковь молится, ходатайствует, как адвокатура перед Господом за своих усопших, и они перемещаются к Божьему престолу, к свету, по их же вере. Если это чародеи, колдуны, безбожники, никакая молитва Церкви им не поможет. Только сама милость Божья, о чем мы и молим. И вот дни специального вспоминания усопших, особенно для Пасхи, как бы пасхальные дни усопшим, называется славянским словом радуница. Особо, конечно, радость. Радость живых объединяется с радостью усопших, потому что по вере Церкви, по преданию Церкви, пасхальные дни ад прекращает свою мучительную работу. Все освобождаются и выходят навстречу с Богом, Христом и навстречу с нами. И в день радуницы мы поминаем их и себе напоминаем их памятью, что туда же придем, и что взаимная молитва и забота спасает нас от вечной погибели и ада. Это очень важный день. Красят яйца, пекут куличи, подобие куличей, если не осталось, ходят на кладбище, но нужно стараться поменьше выпивать спиртных. Так что радуница – это радость о воскресшем Господе живых и мертвых неба и земли. Исповедоваться нужно, как только нагрешил. Не носить камень на сердце, а идти к священнику, просить свидетельства и очищать свою душу. Это и есть начало покаяния. А покаяние никогда не должно прекращаться. Но желательно хотя бы в месяц два раза. А по церковному уставу, как пришли в храм, так нужно и причащаться, и исповедоваться. Но и к этому нужно готовиться. Поэтому есть некий режим, который я уже назвал. Раз в месяц, два раза в месяц, но ни в коем случае не один раз в год. И вот это большое заблуждение и даже это греховное такое состояние. Исповедь – облегчение, очищение души и тела от наших собственных согрешений. Злюсь на себя и не могу простить за какие-то поступки. Что делать? Во-первых, это грех большой. На себя злиться нельзя, себя проклинать нельзя, желать себе каких-то испытаний нельзя. Для себя любимого надо любить. Но так, чтобы было покаяние. И помнить, что мы дети Божьи. А дьявол нас иногда искушает, и мы, бывает, так шалим, что даже в больницах лежим. И с постыдными болезнями от своих шалостей. Но Господь ждет покаяния и исправления, а не злости на себя. Мы должны к ангельскому образу приближаться не через злость, а через покаяние и исполнение заповедей Христовых. Так что не злитесь, не ругайтесь, а радуйтесь, что вы такой человек. И значит, с таким намерением лучше и лучше, чище и чище вы становитесь. И помогай вам Господь в этом деле и всем нам тоже. Мир вам и Божье благословение. Покайтесь, сказал Господь. Так будем каяться и исповедоваться. Меньше будет зла в этом мире. Меньше будет зла в этом мире.